Более 420 мальчишек и девчонок постигают основы хореографии в школе искусств номер 3. Под руководством педагогов они шаг за шагом приобретают навыки грациозности, умения владеть телом, двигаться легко и свободно. А в результате на сцене они, юные артисты, творят волшебство. В этом убедились все 900 зрителей, которые пришли на отчетный концерт учащихся школы «Страна Талантия». Доказательством тому, что они получили истинное наслаждение, восхищались мастерством юных танцоров настоящий аншлаг – шквал аплодисментов, который сопровождал выступления всех танцоров. О юных талантах и поклонниках в нашем сюжете. Такой аншлаг в Доме культуры всегда, когда на сцене выступают ученики хореографической школы. И на этот раз отчетный концерт «Страна Талантия» собрал без малого тысячу зрителей всех возрастов. Сегодня у нас проходит традиционное мероприятие, отчетный концерт «Страна Талантия», на котором педагоги представят свои творческие проекты, отчитаются о работе за проделанный учебный год. Этот концерт еще знаменателен тем, что уже в этом году у нас наши ансамбли, которые и вновь созданные, стали победителями, лауреатами международных конкурсов. Также в этом году еще знаменательно то, что наши детки-солисты стали тоже победителями. Если мы раньше представляли только ансамбли, то сейчас индивидуальные исполнители. Яркий, веселый, насыщенный разными, непохожими друг на друга номерами, концерт стал своеобразным подведением итогом богатого на события полугодия. Танцоры детской школы искусств номер 3 приняли участие в конкурсных мероприятиях международного, республиканского уровня. Гран-при завоевал образцовый коллектив «Полисяночка» на конкурсе «Музыки свет». Дипломами первой и других степеней отмечено мастерство солистов и ансамблей ассортии вдохновения. На конкурсах «Скарбница талентов», «Хрустальный василек», «Мир», «Море», «Солнце», «Скрыжевание» и «Новые вершины». Мы участвовали в конкурсе «Хрустальный василек» в Минске и получили диплом лауреата первой степени. Мы впервые ездили с танцем на пуантах. Мы были очень рады, когда у нас получилось занять хорошее место призовое. Наша школа очень хорошая. Дети очень любят, так как им интересно здесь учиться. Здесь прекрасные педагоги, всегда готовы помочь нам, если у нас что-то не получается. Поэтому мы ездим на конкурсы и добиваемся очень хороших успехов на них. У нас сегодня премьера танца «Мы к вам приехали на час». Мы этим танцем открываем концерт. Мы очень переживаем, надеемся, что у нас все получится. Сегодня наши зрители увидят на сцене совершенно новый танец «Осень». В нашем исполнении зрители увидят танец «Дети мира», который стал лауреатом в конкурсе «Хрустальный василек». И безусловная заслуга в этих успехах директора Оксаны Метельской, педагогов Тамары Литвинович, Ирины Савченко, Ирины Кидун, Виктора Полевчука, Ольги Литовченко и других, в том числе и костюмера Валентины Кучинской. Всех, кто причастен к большому делу гармоничного воспитания детей. И на этот раз на сцену вышли 350 воспитанников школы, уже ставшие именитыми артисты, подготовишки и даже выпускники. Всех участников и зрителей приветствовала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Валентина Кулак. Особые слова признания первому директору хореографической школы Валентине Андреевне Смирновой и нынешнему Оксане Александровне Метельской. Я хочу сказать огромное спасибо вам, уважаемые родители. Сегодня, когда идет борьба за души наших детей, за наше будущее, вы сделали правильный выбор. Вы вложили свою силу, энергию, деньги в будущее ваших детей. Спасибо огромное коллективу этой школы за качество, за творчество, за ту семейную атмосферу, на настроенность на победу. Этот отчетный концерт можно с полным правом назвать еще одним ярким событием в культурной жизни Полесской столицы. Воспитанники хореографической школы показали разноцветные грани таланта, которые педагоги школы с таким мастерством и любовью шлифовали с начала учебного года. Концерт стал поистине праздником и для самих учащихся школы, и для их наставников, и для родителей, и всех тех, кто является поклонником хореографического искусства. Валентина Николаевна вручила победителям престижных танцевальных конкурсов Полине Жижейко, Кристине Конечной, Глебу Мандрику, Марии Бойчиковой и Александре Бакульчик заслуженные награды. Операторы телеканала «Пинск» вели запись концерта «Страна Талантия». Все желающие могут приобрести у нас диск с выступлением всех юных артистов. Телефон для справок 61-26-26. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!